МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении Седмица в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Сегодня в программе. Подарок ко дню города. В Одессе состоялось торжественное открытие музея-квартиры знаменитого певца и киноактера Леонида Утесова. Крестный ход через бухту к храму Вознесения Господня в Севастополе состоялась торжественная церемония поминовения героических защитников города времен Крымской войны 1854-1855 годов. Уникальные книги со Святой горы, издания об истории древнерусского монашества на Афоне появились в библиотеках Киева. Одесса 2 сентября отметила свой день рождения. К этой знаменательной дате Южная столица получила долгожданный подарок. В городе состоялось торжественное открытие музея-квартиры знаменитого певца и киноактера Леонида Утесова. В музее собраны фотографии, письма, автографы, плакаты, пластинки и предметы быта великого одессита. 25 лет собирал город эти экспонаты, чтобы увековечить память того, кто воспел жемчужину моря, как никто другой. Произведения Утесова до сих пор живут и звучат на улицах Одессы. Его знаменитая песня «У Черного моря» встречает и провожает поезда на Одесском вокзале. На церемонию открытия музея пришли родственники Леонида Осиповича и сотни одесситов. За ходом поистине великого события для Южной столицы следила Наталья Марчук. Лучшие фотографии молодости Леонида Утесова, инструменты, на которых он играл, старенький патефон, на котором слушал любимые песни, пластинки, письма, автографы, плакаты, предметы быта и многое другое. Все это можно увидеть в той самой квартире на Молдаванке, где родился и вырос когда-то легендарный одессит. Здесь, на улице Утесова, 11, в день открытия музея не протолкнуться. Собрались поклонники творчества великого музыканта, чиновники, меценаты и его родные. Открывали новую достопримечательность Одессы под знакомые каждому одесситу песни. Ну а чтобы подчеркнуть уютную и гостеприимную атмосферу классического одесского дворика, где провел детство Леоня Утесов, соседи накрыли стол со сладкими угощениями и чаем. Звучали любимые мелодии, слова восхищения творчеством великого маэстро и, конечно же, одесский юмор. Наталья Олейник, председатель ассоциации «Утесовский дом», на чисто одесском языке подчеркнула, что все исторические личности Одессы должны иметь в родном городе свое жилье, пусть даже в виде музея. А то где собираться друзьям и знакомым? Где знакомиться с творчеством великого музыканта и певца? И, наконец, где отмечать знаменательные даты и говорить на любимый город? О Леониде Утесове как исторической личности и одессите рассказала его племянница Майя Молодецкая. Она знала этого человека не только как дядю, но прежде всего как талантливого исполнителя и актера. По ее словам, тайна неиссякаемого успеха Леонида Осиповича в его любви к людям и к жизни. «Утесов не столько актер, сколько пропагандист. Он пропагандирует неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту». Все, кто знал Утесова, говорят, что это был человек легкой души. Он всегда радовался жизни, был добрым, открытым. Даже будучи уже в возрасте, он оставался таковым. Любил Одессу и одесситов. Умел шутить и приводить людей к миру. Видимо, это и притягивало к нему толпы народа. Его всегда окружали поклонники, друзья, коллеги, простые одесситы. «Очень любил собеседников. Он не мог жить без общения с людьми. Этот человек любил общаться». Имя Леонида Утесова известно далеко за пределами Одессы. Огромную популярность ему принес кинофильм «Веселые ребята», вышедший на экраны в 1934 году, где он сыграл главную роль. А кто не слышал песню Утесова у Черного моря, которая стала гимном Одессы? Нет ни одного исполнителя, кто спел бы так много песен о своем родном городе. Самое известное из них у всех на слуху. «С честью есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря». Его репертуар, насчитывающий около 700 песен, многообразен жанрово и содержательно. В них и юмор, и героика, и фронтовые песни, и городской романс. «Одесса моя, ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я ни душою молодеть, ни шутить, ни песни петь, ни шутить, ни песни петь». Одесситы говорят, он пел не голосом, а душой, поэтому он столь любим и никогда не будет забыт в своей родной Одессе. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. В Севастополе на прошедшей неделе отметили особую дату. 160 лет назад, 8 сентября 1855 года, окончилась героическая оборона Севастополя в Крымской войне 1854-55 годов. В этот день главнокомандующий военно-сухопутными и морскими силами в Крыму князь Горчаков отдал приказ об уничтожении всех укреплений Южной стороны и переходе русской армии на северную сторону города по понтонному мосту. Место для него было выбрано там, где ширина бухты не превышала 960 метров. На месте, где началась переправа, состоялась традиционная торжественная церемония поминовения всех защитников Севастополя. Собравшись экрестным ходом через бухту, направились в храм Вознесения Господня. Он расположен на северной стороне. История этого храма вплетена в историю севастопольской обороны. С подробностями о событии Светлана Карташова. На Севастопольском Приморском бульваре на месте бывшей Николаевской батареи. Ровно 160 лет назад здесь окончилась 349-дневная оборона города в Крымскую войну. Отсюда защитники бросали последний взгляд на горящий город, оставляя его противнику. Героическая оборона явилась самой яркой страницей Крымской войны. Гарнизон отражал атаки превосходящих сил неприятеля. Толки потеряли всех старших офицеров. Не было возможности защищать Севастополь. Иссякли запасы корабельной артиллерии. Не было пороха. Не хватало ядер и бомб. На 10 выстрелов артиллерии неприятеля севастопольцы могли ответить только одним пушечным выстрелом. Город пережил 6 жестоких многодневных бомбардировок, которые разрушали оборонительные укрепления. В руках противника остался Малахов курган, ключевая высота обороны города. И потому главнокомандующим князем Горчаковым был отдан приказ уничтожить все укрепления и перейти на северную сторону через бухту по понтонному мосту. 349 дней сказали сами за себя. Весь мир споткнулся о Севастополе. С цивилизацией, с мощью, с красотою своих рядов. Споткнулся о каком-то Севастополе, который оказывал сопротивление. И, кстати, так и не оказался покоренным. Чего это стоило вот таким защитникам Севастополя, как стоят здесь униформисты? А все просто. Место, где крестился святой равна апостольный князь Владимир, и откуда пошло православие, и свет Христа пришел на Русь Великую, это Севастополь. Переправа армии и гражданского населения на северную сторону по мосту, состоявшему из 86 плотов, продолжалась всю ночь и завершилась в 8 часов утра 9 сентября. Двое суток армия противника не решалась вступить в покинутый город. Героическая оборона Черноморской крепости потрясла весь мир. Севастополь называли русской троей. Вечная память. Вечная память. Крестный ход через бухту к храму Вознесения Господня. С благодарственных молитв, возносимых Господу в этой церкви, началось возрождение города. Как писал Лев Николаевич Толстой в своих севастопольских рассказах, что почти каждый, кто вступал на землю северной стороны, снимал головной убор и крестился. Именно поэтому было решено в создании такой святыни. Храм был построен в 1905 году. Пожертвования принимались от тех полков, которые переходили на северную сторону, и от высочайших особ. Его судьба была трагичной, к сожалению, потому что в 1933 году он был закрыт, а затем и снесен. Снесен с помощью техники, потому что две попытки взорвать были неуспешными. Современная история храма начинается в 2004 году. Это год его возрождения. Храм уже освящен, начата роспись, продолжается благоустройство территории. Наверное, этот храм пусть всем нам будет в память о том, что Бога нужно за все благодарить. Человек, говорят, и отличается от всех других существ именно тем качеством, что может быть благодарным Богу. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым. Уникальные книги об истории древнерусского монашества на Афоне появились в библиотеках Киева. В начале учебного года комплекты редких изданий по истории и наследию Святой Горы были переданы в дар афонским свято-пантелеймоновым монастырем, руководителем научных учреждений, вузов и библиотек. Это тома из серии «Русский Афон» XIX-XX веков, «Духовное Запорожье на Афоне», малоизвестный казачьи скит «Черный Вир» на Святой Горе, преподобные поэзии «Величковский» и «Запорожская сечь» и другие издания. Книги, в частности, были переданы Киевской духовной академией, семинарии Украинской православной церкви, библиотекам, научным учреждениям и вузам столицы. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов с ним вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов, и ответы на них мы попробуем найти вместе с вами. Экуминизм в православии. Риск или перспектива? Глобализационные процессы, происходящие в мире, не обошлись стороной и религию. Различные союзы и содружества государств, которыми сегодня пестрит политическая карта мира, имеют две стороны медали. Наряду с огромным экономическим потенциалом, который наращивается в процессе объединения капиталов передовых держав, параллельно уничтожают аутентичность народов, их населяющих. Каковы проявления глобализации в религиозной сфере? Оправдано ли содружество религий и динаминации, которые сейчас принято называть экуминизмом? Ответы на эти вопросы ищите на сайте православной жизни. Что такое вообще зло и откуда оно берется? Мир полон людьми, которые желают бороться со злом, негодуют на него, изготавливают все более мощное оружие и пускают его в ход. Но что такое вообще зло, откуда оно берется? Ведь перед тем, как начать сражаться, нужно провести тщательную разведку и попытаться выяснить о враге все, что только можно. И борьбу со злом надо начинать не с битвы, а с рассуждения и понимания, с кем мы воюем, как, за что ведется эта духовная война. И почему единственная битва, которая имеет вечные последствия, это битва за души людей. Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте журнала ФОМА в Украине. Мыть или не мыть? Что нам мешает ходить в храм? Один священник устал слушать вечные отговорки разных людей по поводу их пренебрежения храмом и составил перечень 10 наиболее часто упоминаемых причин, из-за которых люди не ходят в храм. Там он слова «ходить в храм» заменил на слово «умываться». Что из этого получилось, считайте на сайте Союза православных журналистов. Когда крестить недопустимо и преступно? К вопросу об индивидуальной и коллективной религиозности. В последнее время много говорится о системе катехизации перед крещением. Случается, что человек, не пройдя еще подготовку к крещению, тем не менее хотя бы прислушивается к церкви и проявляет готовность к духовному развитию. Но существуют ли ситуации, когда крестить человека недопустимо и даже преступно? О ряде таких случаев читайте на сайте «Религия в Украине». Семь советов, как не убить талантливого человека в вашем ребенке. Наши дети – наша гордость, а лично мы, взрослые, для них являемся самым ярким примером для подражания. Они с любовью впитывают все наши поступки, решения, слова, манеры и эмоции. Но и нам, взрослым, всегда есть чему у них поучиться. Каждый ребенок уникален, нужно просто позволить ему творить. Несколько практических советов о том, как не убить талантливую личность в собственном ребенке, вы найдете на сайте Клуба родительского мастерства. О других интересных публикациях православных сайтов мы расскажем ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. В Беларуси завершил свою работу фестиваль христианских фильмов «Магнификат». Чем порадовали режиссеры? Сокровищница лаврских мастерских. Выставка современных иконописцев открылась в столичной галерее «Художник». Венчальная божественная литургия впервые состоялась в Запорожье. Участниками таинства стали пять супружеских пар разного возраста. Иконы в стиле украинского барокко, выполненные мозаикой из кусочков смальты. Святые лики на камне и на традиционной доске, которая прежде чем попасть на стул иконописца, сохнет не меньше десятка лет. А также святые образы классического канонического письма. Все это работа современных авторов. Выставка «Сокровищница лаврских мастерских» открылась в столичной галерее «Художник». О ней представлены иконы и картины, написанные в знаменитом 30-м корпусе Киево-Печерской лавры. С экспозицией ознакомилась Леся Сокодан. Сокровищница лаврских мастерских. Так называется выставка, представленная в одной из старейших галерей столицы, основанной Киевской организацией Национального союза художников Украины. Здесь выставляли свои работы самые известные мастера. Сейчас представили свои иконописные работы и живопись 9 молодых художников, творческие мастерские которых расположены в так называемом иконописном корпусе лавры. Свои лаврские мастерские художники назвали в честь Ивана Ижакевича, выдающегося украинского живописца, который в начале 20-го века занимал должность руководителя рисовальной школы Киево-Печерской лавры. Наш 30-й корпус в лавре именем Ижакевича назван не зря. Он стал основоположником этих мастерских. А когда работал над росписями трапезной церкви, он в мастерских к ним готовился. Росписям предшествует подготовка эскизов. Мастерская находится в 30 метрах от трапезной собора. Он там работал. История обязывает художников эту высокую марку держать. Роман Сильвачёв представил на этой выставке иконы, написанные на дереве и камне. Есть иконы на досках, традиционные, а есть на камне. Плоская поверхность которых пригодна для создания образов. Камень очень красивый материал, потому что он статически неизменный. Дерево может изогнуться от влаги. Камень – сочетание монументальной и станковой живописи. Кусок стены, который можно взять в руки и перенести куда нужно. Оксана Вазиянова представила три работы. Каноническую икону Иулиании княжны Ольшанской и художественное полотно размышления, посвященное этой святой. Её останки были найдены нетленными. Она очень рано умерла, в 17 лет. И одежда была нетленной, и герб Ольшанских. Её похоронили в Успенском храме. А через два века она чудесно явилась во сне Петру Могиле. Киевскую подвижницу Досифею художница изобразила с красной лентой. Тут изображена Досифея. На сегодняшний момент она уже канонизована. Но на тот момент, когда я писала эту работу... Здесь изображена Досифея. На сегодняшний момент она канонизирована. А когда я писала эту работу, она ещё не была канонизирована. Поэтому обратите внимание, нет нимба. Я нарисовала красную ленту в форме нимба. Представленные иконы выполнены в традиции канонической живописи. Некоторые из этих работ недавно увидели в Греции. Двое из этих художников, Елена Думбадзе и Наталья Гладковская, были приглашены в Грецию. Там была организована выставка украинских икон посольством Украины в Греции. Эти светские художники не решаются называть себя иконописцами. Говорят, что их кисти окрыляют Лаврские холмы. В Беларуси завершился 11-й международный фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат». В этом году в нем приняли участие кинематографисты 17 стран. Среди них была и Украина. Какие картины стали победителями и как прошел кинофорум в сюжете наших журналистов? Не только смотреть, но и видеть сердцем и душой. К этому призывают кинематографисты. В Беларуси в первых числах сентября состоялся международный кинофестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат». Он прошел уже в 11-й раз. В этом году кинофорум по количеству фильмов побил свой собственный рекорд. Для показа были отобраны более 50 документальных лент и телепередач. Такого количества конкурсных работ за всю историю фестиваля в программе еще не значилось. Все фильмы о христианстве и о пути человека к Богу. На самом фестивале атмосфера такого дружелюбия, любви друг к другу, уважения. Он светлый фестиваль. «Магнификат» давно стал знаменитым. С каждым годом уровень работ растет. В этом году и белорусскую столицу на открытие прибыли представители 16 стран. От документальных лент, к мультиаппликации, от делающих первые шаги в христианском кино авторов, к режиссерам с именем в этой сфере, каждый найдет для себя кино для души и о душе. И площадку, где можно приобщиться к важнейшему из искусств. У нас было несколько задач. Во-первых, показать человеку дорогу к вере. Довести человека до Бога. Это бесконечный путь. Сколько не будет рождаться поколений, сколько не будет рождаться людей, детей. Все будут идти искать эту дорогу. И нужно давать человеку возможность посмотреть кино, посмотреть на героев, которые есть, и идти своей дорогой. Фестиваль «Магнификат» уникальный в своем роде. Здесь собираются представители разных христианских конфессий. Это позволяет лучше понимать друг друга. И задача у режиссеров более значительная, чем на светских кинофестивалях. В мире много фестивалей, которые делают уклон именно на внешний блеск. А сами фильмы там уже чисто даже профессионально оставляют желать слышать. А религиозное кино, оно обязывает. Оно заставляет думать. В этом году кинопоказ проходил на двух площадках – в Минске и Глубоком. Благодаря этому оценить кино смогла более широкая аудитория. Тем более, что режиссерам было о чем рассказать. Вопросы, которые поднимают авторы – вне времени, возраста и социального статуса. Вот это взаимодействие культур, взаимодействие религий, оно приобретает какой-то более значительный характер. И многие гости, и многие зрители, которые ходят в Глубокое, отмечают вот эту невероятно интересную и разноплановую палитру фестиваля. Организаторы фестиваля отмечают, что духовная тематика сегодня популярна на кинофестивалях во всем мире. Однако снять такое кино удается не всем. Часто привозят фильмы, может быть, не совсем, может быть, совершенные. Да, действительно, такое случается. Молодые кинематографисты ищут, экспериментируют. Но если это искреннее желание проникнуть в эту проблему, проблему религии, проблему веры, то мы, конечно же, это поддержим. Все гости фестиваля отмечают особую атмосферу любви и семейного тепла на этом кинофоруме. Он является христианским не только по форме, но и по духу. Первый раз я был на этом фестивале в 2007 году. И я заметил, что с годами фестиваль изменился. Стало намного больше картин, представлено больше конфессий. Изменилась и тема фестиваля. Появилось больше фильмов, в которых говорится не о прошлом, а о будущем. Жюри определило победителя конкурсного просмотра. Гран-при фестиваля завоевала ленты чешских режиссеров – Кирилл и Мефодий. Создатели фильма показали жизнь двух подвижников, а также процесс распространения наследия Кирилла-Мефодиевских традиций. Темы фестивальных кинокартин разнообразны. Но главное – документальное кино помогает человеку стать более мудрой и духовной личностью через разные темы, формы и сюжетные линии. Кино о любви. Потому что хан мой Нахичеванский, ведь не даром мы о нем вспомнили сто лет спустя. Он сто лет был в забвении, и вдруг он всем нам понадобился. Именно как человек чести. Мой фильм – это об одном дне, это об скором дне, 24 апреля. Это день памяти жертв генназа до времена Османской империи. И в этом году это был особый день, потому что это было сто лети. Мне просто хотелось рассказать про русских крестьян, которые живут за границей, в Грузии, сохраняя свой быт, свой устав, свой прекрасный русский язык, чистейший, без новоязов, без грубых слов, которые живут трудом своим, и они держат удар. На Магнификате сложилось много прекрасных традиций, и одна из них – создание аллеи кинематографистов. Представители каждой страны, приезжая на кинофестиваль, высаживают деревца, которая с годами крепнет и зеленеет на белорусской земле. Очень приятно приехать на аллею, где посажены эти деревца, режиссерами из разных стран. Конечно, смотришь, уже прошло 4 года, и вот это дерево, где Украина стоит, вот табличка, вот как-то напоминает не только мне, а этой радости, а, наверное, всем тем, кто приезжает, потому что видно, сколько людей приезжает на Магнификаты. Очень хорошие такие традиции на Магнификате, которые как-то еще объединяют не только в просмотре, в общении, но и в таких вот культурных, полезных, душевных таких программах. А программы и вправду полезны, и одна из важнейших целей фестиваля – подбор фильмов для образовательных проектов. У нас сейчас существует образовательный проект, мы собираем доброе кино для детей, а если вот умными словами сказать, то фильмы для внеурочной деятельности по основам православной культуры и другим предметам гуманитарного цикла. Завершающим этапом фестиваля является церемония награждения победителей и гостей кинофорума. К следующему году они уже готовят новые работы. Спасибо огромное. Я хочу поблагодарить членов жюри и организаторов за действительно теплый, радушный, сердечный прием. Также хочу продолжить добрую традицию, потому что прежде чем будет объявление, что «Да здравствует Магнификат 2016». Я хочу передать первую работу на этот кинофестиваль. Это музыкальный фильм тоже, и смонтирован он был ровно месяц тому назад. Анна Ригульская, Марина Полякова, информационный бюро программы «Седмица», Днепропетровск. Венчальная божественная литургия впервые состоялась в Запорожье. Богослужение в Покровском архиерейском соборе на прошедшей неделе совершил архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука. Участниками таинства стали пять супружеских пар разного возраста, молодожены и уже состоящие в браке. Некоторые венцы женихов и невест были сделаны их собственными руками. Творческий мастер-класс проходил накануне богослужения. Обращаясь к венчающимся, их близким и друзьям, архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука сказал о том, что венчание – это не только красивый торжественный обряд, не просто праздник для супругов и родственников. Это таинство церкви, в котором Бог подает будущим супругам при обещании ими хранить верность друг другу, благодать чистого единодушия для совместной христианской жизни, рождения и воспитания детей. Поздравив новобрачных, владыка пожелал им долгой и счастливой жизни. Богословы утверждают, что последование венчальной литургии появилось в Илладской церкви. На службе поются особые праздничные венчальные антифоны, на иктиньях читаются молитвы о новобрачных, об их любви, взаимоотношениях, о будущих детях. Все это перекликается с историей Ветхозаветной и Новозаветной церкви, истории ее святых. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова